Когда очень сильный мороз, машина очень сильно начинает охлаждаться. После того, когда она охлаждается, соответственно, для того, чтобы запустить ее легче, и запуск для нее был более облегченный, нужно запускать котел подогревателя. Котел подогревателя в такой мороз, для того, чтобы он набрал определенную температуру, до 90-80 градусов, и масло хотя бы прогрелось до 60, и для облегченного пуска двигателя ее надо будет греть минут 15 или 20. Танк нативского зразка, Леопард, Абрамс, Челленджер, мает вбудованную систему GPS-навигации. То есть там, где он остановился, он четко знает свое место находления. И, соответственно, с этого места, маючи координаты цели, он может точно першим же пострелом уразить эту цель. Это велика перевага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Західні танки зроблені по іншій моделі. Боекомплекс знаходиться сзади в башні за захисною панелью. И, если даже происходит влучение в танк, экипаж почти всегда остается целым. Это самое первое и самое основное, почему нужны захидные танки. А уже потом, то, что у них есть GPS-навигация, то, что у них есть ночные прицели, тепловизоры, там, больше современные средства связка, это все уже отходит на другой план. Пушек на Украине таких у нас уже нету. Тобто она выстреливает свой моторесурс, а для того, чтобы ее поменять, у нас на Украине их нету. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok